Доброго времени суток, мои дорогие и любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий Таро-расклад для мужчин на тему «Опять спешит бывшая. Что же она от вас хочет?» Итак, посмотрим, что женщина к вам чувствует, что она хочет, что происходит в ее жизни, есть ли перспектива ваших будущих отношений. Загадывайте вашу женщину, все лишние мысли в сторону и начинаем смотреть. Итак, давайте посмотрим, о какой же женщине пойдет речь, какая женщина к вам спешит. Дорогие мужчины, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии, которые вы пишете. Каждый комментарий для меня очень ценен и важен, каждый комментарий я читаю. Благодарю вас за подписку на канал и надеюсь, что после просмотра данного Таро-расклада вы также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. Итак, мужчины, вот пришла женщина, это из прошлого, да, с которой произошли определенные разногласия. Вот, ну, невозможно с ней о чем-то договориться, да, дойти к какому-то общему знаменателю. У кого-то это бывшая жена или женщина, относительно которой вы строили планы на будущее, серьезные планы на будущее, да, и надеялись, что все будет хорошо. Но в один момент времени все пошло наперекосяк. Между вами может быть какое-то расстояние, да, пауза там или холодность. На данный момент вы можете с ней не общаться из-за того, что при последнем каком-то вашем разговоре вы не дошли к какого-то компромисса. Как-то здесь что-то могло быть на таких, скажем так, мечах, да, вот он прошел этот весь разговор. Что-то как-то не было что-то выяснено, что-то как-то вот не было получено, да, какого-то покаяния, скажем так. Ну, что-то какая-то такая вот ситуация, где каждый остался при своем. А возможно и сам разговор реально здесь прошел на ножах. Есть между вами какие-то разногласия, споры и недопонимания. Вот произошел между вами разрыв, был у кого-то уход из отношений, из-за чего ситуация сейчас тупиковая и в таком ступоре. Оба сейчас закрываетесь друг от друга и каждый пытается показать свою правду, но друг к другу на какие-то условия вы не идете. Вот вы, если да, вас рассматривать, вы устали уже первым предпринимать к ней какие-то шаги и приняли вот такую позицию побыть в стороне, понаблюдать, что будет дальше. Такое ощущение, что с ней мирно вообще ни о чем договориться невозможно. Она могла еще что-то даже как назло сделать или пойти в какие-то другие отношения, из-за чего вы здесь и могли, кстати, разойтись и закрыться друг от друга. Каждый из вас говорит, нет, я первой к ней идти не буду, или я первой к нему идти не буду. Не идет она на какие-то уступки или не принимает ваше какое-то мнение, ваши какие-то условия. Ну вот что-то такое идет, да, вот такие вот разногласия между вами присутствуют. У вас два разных мнения и каждый тянет одеяло на себя, но при этом вы окончательно разойтись, забыть друг друга. Вы не можете, и вместе не можете, и порость тяжело. Вот очень сложная ситуация между вами, как будто невозможно что-то поменять, вот прийти к чему-то, да, вот разобраться уже наконец-то о чем-то. Вы, в принципе, можете прокручивать какую-то ситуацию в голове, да, на которую вот вы хотите, чтобы она признала свои ошибки, сказала, да, вот так, вот так, вот так было, да, я с тобой согласна. Не отнекивалась, не врала, да, потому что уже где-то в чем-то завралась, призналась здесь что-то. Вот хочется вам до такого, но я же говорил, но я все-таки же ж не зря тут об этом думал. Ну вот от кого-то такая энергетика здесь таки присутствует. Давайте посмотрим, что же она думает и что чувствует сейчас к вам. Дорогие мои мужчины, напоминаю вам о том, что данный второй расклад общий. Для записи на персональный второй расклад, пожалуйста, пишите вайбер, телеграм, ватсап. По номеру телефона, который указан под видео, на телефонные звонки отвечают только по предварительной договоренности и только в оговоренное время. Поэтому, кому нужен личный расклад, пожалуйста, пишите. Номер телефона закреплен под видео. Персональный второй расклад платный, где в течение определенного времени вы задаете интересующие вопросы и получаете на них ответы, а также советкарт для вас от высших сил. Вот она, знаете, из тех женщин, которые не умеют мирно, спокойно разговаривать, вот как будто бы убегают от разговоров, может в чем-то отнекиваться, да, и не признаваться в том, что вы уже начинаете догадываться, то, что вас это муляет внутри, не умеет она слушать, доказывает только свою правоту, вот во всем права от этого и страдает. Вот, знаете, для взаимопонимания между вами, а возможно и для избежания каких-то ошибок, в прошлом нужно было разговаривать, да, не только вам пытаться ей что-то доносить, да, потому что это как будто бы, ну вот, ну не знаю, стучаться в закрытые двери, ну там стучишься, стучишься, что-то пытаешься ей донести, а в ответ тишина. И вот для того, чтобы вот каких-то ситуаций таких не было, нужно было о чем-то договариваться, о чем-то разговаривать. Но не просто говорить, а еще женщине уметь слушать и слышать, и во многом это вот ее, кстати, ошибка. А сейчас вот есть какой-то негативный результат, с которым непонятно, что делать дальше. Она же, знаете, сама страдает от своего характера, вот она сама прекрасно понимает, что, ну она очень сложная. Ей сейчас действительно очень тяжело и очень сложно в жизни, скажем так. Ну, это та женщина, которая не может к людям относиться как-то с пониманием, и вы понимаете, что такое отношение, оно неприемлемо. И оно идет не только к вам, но еще и к посторонним людям. Когда-то вы могли с ней нормально общаться, да, все могло как-то развиваться, налегке вот это все быть, но потом она стала для вас какой-то непонятной, какой-то сложной. У нее сложный характер, и вам сложно постоянно ей искать оправдания. Вот как будто первому идти на примирение, да, сглаживать углы. Чем дальше, тем больше она становилась какой-то закрытой, какой-то скрытной. У кого из вас здесь был интим, то, знаете, как будто бы в последнее время он перестал быть таким, каким был раньше. Как-то все холодно, как-то все по-быстрому, ну не знаю, и особо без каких-то там разговоров, каких-то чувств. Ну, то есть вы поняли, да, разницу, ощутили в этом все. Какой-то от нее идет эгоизм, завышенная самооценка, желание сделать вас крайним и виноватым, вот. И из-за чего это все не дает вам нормально общаться, нормально это открыто, да, и понять, чего же вы все-таки от нее добиваетесь, вот, и что же вы хотите там ей донести. Она не может в чем-то прогнуться, извиниться, признать свою ошибку. Вот ей важно быть победительницей в ситуации с вами. Вот, и никак иначе. Либо так, либо никак. Вот такая вот какая-то она категоричная проходит. То, что вы отстранились, закрылись, перестали себя вести так, как вели раньше, ее это очень злит, потому что, но не так, но не так, как она здесь думала, все. Сразу говорю о том, что чувств сильной любви я от нее не вижу, вот только злость и какая-то корость идет. Какими-то вашими ресурсами она пользовалась и, в принципе, дальше будет, как хотите им пользоваться. Она пытается себя обуздать, пытается обуздать свой огонь внутри, но особо у нее ничего здесь не получается. Затишье между вами пошло ей, кстати, на пользу. Она хочет с вами поговорить, но, опять же, с позиции какой-то правоты. Я права, и все. Ни о каких-то извинениях, прощениях, вообще речи быть не может. Если она изменила, если появился другой мужик или она от вас ушла, то это потому, что ты виноват. Вот так вот она транслирует. Это потому, что ты что-то не сделал, ты был не мужик, ты мне что-то не давал или не зарабатывал, как надо. Ну, не знаю, тут у каждого свое расклад общий. Тот из вас, кто винит себя в такой ситуации с ней, успокойтесь, это ее личная проблема, связанная с каким-то прошлым. Это тянется у нее или из семьи, да, где папа или не принимал участие в ее воспитании, либо вообще папы не было, либо как-то вот проблемы у них во взаимоотношениях были, либо же связано это с прошлыми отношениями, где в нее просто вытерли ноги, изменили и бросили, да, скажем так. Вот с какого-то такого момента она и стала какой-то другой, какой-то закрытой, корыстной. Она может толком, как будто ни с кем даже не общаться, в том числе и со своими родственниками, или же сильно сейчас с кем-то из них поругалась. Вот, знаете, ну не хватает ей во всем легкости, и она это понимает. Благодаря кому-то она очень сильно обожжется, и ей придется начать меняться, и как бы она со своей короной бы здесь не носилась, корону придется снять и снова прийти к вам. А чтобы к вам прийти, ей нужно меняться, иначе как будто бы вы ее не примете, да, надоела уже, скажем так, всему есть свой предел, но сложно ей будет выбираться из всего этого. Ох, как сложно будет корону снимать, да, это как, знаете, как подниматься вверх, это всегда легко, а вот падать вниз, это, конечно же, ой, как болезненно. Сложно, что вам с ней, что ей с вами. У кого-то прям вы, ну, прям взеркалите друг друга, не у всех от кого-то такая энергия идет. Но у вас как будто другого выбора нет. Приходится сейчас что-то отстаивать, что-то ломать, потому что так было раньше, уже продолжаться не может. И чтобы она, наконец, что-то поняла, да, вот нужно здесь отойти в сторону и просто подождать. Вы ей открываете глаза на какие-то ее темные поступки, на какое-то ее поведение, показываете ей свою достойность, и то, как она себя неправильно ведет, знаете, ну, как будто бы это, как вам сказать, пепел, да, на белом листе, да, когда видно вот каждый изъян, видно вот каждое ее поведение, правильно, и ваше благородство здесь на ее фоне, конечно же, показывается. Хоть она и пытается от вас огораживаться, там, холодность, там, блокировать, либо там вот быть в своей какой-то жизни, она все равно понимает, что достойнее вас, мужчины, у нее нет, что вы во многом правы, и ей это нужно признать, и она придет к этому, как бы ей это болезненно бы не было бы, да, эго свое там подвигать где-то. Вы ей даете долчок на осознание многого, на переосмысление отношения к вам и осознание вашей важности. Сейчас ей очень тяжело, сложно, и она хочет из этого вырваться, а поддержки и помощи ни от кого нет. Ей придется работать над собой, чтобы снова войти, ну, как бы к вам какое-то доверие, да, выйти к вам на разговор, и вообще, знаете, такой разговор, как говорится, состоится только, если вы этого действительно захотите, если вам это будет нужно, потому что со стороны женщины, да, она будет считать о том, что что бы она здесь ни делала бы, вы все равно ее примете, да, здесь карта мира идет. Все равно здесь будет так, как раньше, а вот вы должны здесь решать, дайте ей вот это вот разочарование, да, что когда она объявится, она будет считать так, вот сейчас очень легко мне все это даст, а когда она поймет о том, что это все не так легко, ох, как она здесь будет страдать, ох, она себе тут локоточки, да, покусает, скажем так. Давайте посмотрим совет карт для вас от высших сил. Что вам советуют здесь карты? Ух ты, как интересно. Вот знаете, какой здесь проходит совет, что при проявлении этой женщины с ней нужно открыто поговорить, чтобы не ходить вокруг да около ваших отношениях. Вот в отношениях с ней не хватает какой-то конкретики, какой-то четкости, договоренности. Нужно здесь на берегу разобраться или да, или нет, чтобы не ходить здесь по кругу. Да, вот у каждого как бы своя ситуация, но совет почему-то вам проходит именно такой. Итак, дорогие мои мужчины, жду ваши лайки, комментарии, что вы думаете по поводу данного второго расклада, резонирует ли он вам. И надеюсь, что после просмотра данного видео вы подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все дальнейшие новые ролики. С вами была я, Катерина. Пока-пока.